Сейчас растет заказ на игрообразные технологии в силу того, что они обладают рядом уникальных черт. На мой взгляд, основная из них это то, что игра позволяет смоделировать многофакторную ситуацию, в которой действует множество субъектов, независимо друг от друга. Это в хорошей игре, где мы вводим разных действующих лиц, у которых противоположная цель, ограниченное число ресурсов и необходимость каждого из них достигать какой-то своей заданной ситуации. Человек очень быстро на своей шкуре, во-первых, он получает опыт своего действия. То есть я что-то делал, мне модельная ситуация очень быстро дает ответ. И этот ответ не умственный, потому что в игре я это получаю очень эмоционально значимо. Если мы говорим о сюжетно-ролевых играх. Если мы говорим об играх о D-образных, то там тоже вот это столкновение коллективных мыслей деятельности. Я достаточно быстро получаю множество интерпретаций, переинтерпретаций множества мнений, которые мы должны упаковывать в какое-то единство. То есть это очень концентрированная ситуация, когда много воль проявляется в едином пространстве и времени, взаимоглогащая друг друга. И фактически востребованность такого рода процесса в практике, которая попадает в эту ситуацию на неопределенности, в ситуации, когда мир очень быстро меняется, когда мир становится трудно прогнозировать, когда важным становится не столько прогноз, куда двигаться, сколько активное действие, преобразующее ту ситуацию, в которую ты попадаешь. Мир очень быстро преобразуется в силу того, что очень много воль его преобразует. И очень сложно будет спрогнозировать, куда все это дело повернется. А основная компетенция – это на самом деле научить поворачивать мир в то направление, достигать того результата, которого тебе желательно. А дальше ты начинаешь понимать внутри игры, что достижение своего результата, оно, в общем, по большому счету влияет на весь мир, на людей, которые вокруг тебя в этом мире. И ты вынужден с кем-то договариваться, как-то взаимодействовать. Не только ты влияешь на мир, но и мир влияет на тебя. И вот это проживание в моделях ситуаций, оно запускает человеку некоторые механизмы, которые позволяют ему быть более успешным именно в той внешней среде, которая сейчас есть. Продолжение следует...